друзья всем привет сегодня покажу три простых нарезки для новогоднего стола они очень красивые интересные но на их приготовление у вас уйдет не более 10 минут начнем с фруктовой нарезки берем свежую клубнику и режем ее на две половинки поперек как я это делаю на видео затем берем банан очищаем его от кожуры и нарезаем на не очень тонкие кружочки хорошо моем виноград и отделяем ягодки от ветки виноград можно брать зеленый или черный какой вам больше нравится но лучше чтобы он был без косточек теперь берем самые обычные зубочистки и начинаем собирать нашу нарезку сначала накалываем на зубочистку виноград затем банан затем ягодку и сверху закрываем все это маршмеллоу у нас получается очень милые и маленькие деды морозы или санта клаус и единственный нюанс если такую нарезку будут кушать детки нужно быть осторожнее чтобы они не поранились об острую зубочистку но и взрослым этот совет тоже пригодится вообще мне кажется эта нарезка очень красиво и праздничная она украсит абсолютно любой новогодний стол дальше я покажу вам овощную нарезку берем сырую морковь и очищаем ее от кожуры затем нарезаем соломкой и точно так же соломкой нарезаем огурец кожуру с огурца снимать не нужно берем самый обычный репчатый лук и режем его очень очень тонкими полукольцами если хотите можете репчатый лук заменить на красный теперь берем перец чили или любой другой острый перчик и режем его тонкими кружочками если хотите чтобы закуска была поострее то маленькие семена лучше не вынимать если хотите менее острую закуску то семена нужно обязательно вынуть здесь нет правильного или неправильного варианта все зависит от ваших предпочтений ну и от вкусов ваших гостей конечно овощи нарезаны теперь приготовим маринад смешиваем небольшой миске самый обычный столовый уксус добавляем соль и сахар и хорошо все это перемешиваем уксус может быть шестипроцентный или девятипроцентный такой какой вам больше нравится можно взять обычной столовые или какой-то интересный например винный или виноградный теперь просто перекладываем все наши нарезанные овощи в салатник или в глубокое блюдо туда же добавляем консервированный ананас если ананас у вас колечком его лучше конечно же порезать на кусочки а если хотите можно взять и свежий ананас но главное чтобы он был сладкий и спелый заливаем нашу овощную нарезку с ананасом маринадом хорошенько перемешиваем и даем ей промариноваться примерно 10 минут и сразу же подаем к столу такую нарезку не нужно готовить заранее иначе овощи перемаринуются и будут невкусными кстати мариновать их можно сразу же в тарелке делайте так как вам больше нравится этот рецепт просто невероятно вкусный а блюдо получается ярким и праздничным очень советую вам его приготовить и теперь настала очередь сырные нарезки нам понадобится зеленый или черный виноград который нужно предварительно хорошенько помыть и четыре разных вида сыра главное чтобы сыр отличался внешне просто берем любой ваш любимый сыр и нарезаем его на небольшие кубики то же самое проделываем с другими сырами главное чтобы кусочки были примерно одинаковые чтобы наша нарезка выглядела гармонично здесь на видео я нарезала обычный российский сыр и какой-то интересный сыр с травами из вкусвелла третий сыр я взяла камамбер или брим на что-то похожее на это и нарезала его на небольшие треугольнички и в качестве четвертого сыра я выбрала моцареллу мини да такие маленькие аккуратные шарики которые даже не придется резать теперь берем самое обычное круглое блюдо главное чтобы оно было с плоским дном и выкладываем туда наш сыр по очереди в форме веночка в этом нет абсолютно ничего сложного вы можете посмотреть как это делается на видео но главное оставьте пожалуйста в середине пустое место для тарелочки с медом почему-то многие не знают но сыр часто подают именно с медом это классическое сочетание и это невероятно вкусно если вы вдруг никогда еще не пробовали сыр с медом обязательно это сделайте и напишите потом в комментариях и теперь начинаем украшать наш веночек берем листочки свежего розмарина и выкладываем их по кругу как будто бы это еловые веточки которые окружают сырный венок чем больше будет розмарина тем получится наряднее а потом сверху на сыр выкладываем виноград и оливки как будто бы это елочные игрушки которые украшают венок выкладываем в хаотичном порядке главное чтобы было красиво серединку ставим маленькую тарелочку с медом и подаем к столу вот такая красота у нас получается всем желаю новогоднего настроения